За минувшие сутки в республике произошло 8 ДТП, в которых один человек погиб и семеро участников движения получили травмы различной степени тяжести. Подробнее о дорожной ситуации в городе и республике смотрите в нашей постоянной рубрике «Дорожные новости». На проспекте Октября произошла жуткая авария. Неподалеку от остановки ЖД больницы автомобилист на большой скорости въехал в паз. От сильнейшего удара легковушка смялась практически в гармошку. По словам свидетелей аварии, водитель жив. Насколько серьезные травмы получил неизвестно. Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян и гнал не менее 150 км в час. В протараненной маршрутке пострадал маленький мальчик. Его увезли на скорой. У микроавтобуса отлетело колесо. Еще одно серьезное ДТП произошло в селе Чесноковка. По словам очевидцев, грузовой автомобиль «Урал» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем. Как утверждают свидетели, водитель «Урала» был пьян, а также два года назад он был лишен права управления транспортным средством. В аварии пострадали пассажиры легковушки. Подробности ДТП уточняются. На объездной трассе в сторону М7 «Лада Калина» выехала на встречку и столкнулась с оследовавшей во встречном направлении легковушкой. В результате аварии две легковушки «Рено Логан» и «Нива» улетели в Кювет. Подробности ДТП уточняются. Сегодня в Уфе на проспекте Салавата Юлаева в сторону монумента образовалась пробка. Как утверждают очевидцы, с горы со стороны Киа-центра слетела иномарка. Свидетели предполагают, что, возможно, водитель легковушки был пьян. Пассажиры остались живы. Подробности ДТП уточняются. В Уфе Датлас горела Деонексия. По словам очевидцев, инцидент произошел по адресу Дагестанская, 18. Пользователи социальных сетей не исключают возможность поджога. Подробности ЧП уточняются. На одной из АЗС в Уфе произошло ЧП. По вине водителя пострадал сотрудник заправки. Видео попало в социальные сети. На видеозапись попал момент, когда водитель, заправившись, стал отъезжать от колонки, забыв извлечь пистолет из бака. Шланг натянулся, пистолет вылетел и ударил по голове проходящего мимо мужчины. Также видно, что у пострадавшего серьезная кровопотеря. Ему на помощь поспешили другие водители и сотрудники заправки. О полученных пострадавшим травмах ничего не известно. Сообщает проуфу.ру.